Макс, что это? Макс, у телефона же! Да ничего, Аня, это ведь Мото-Джи. Эээ, ну ладно, а это что такое? А, свинка Пеппа? Так там ещё Маша и Медведь, а ты мне на обзор. Ты дурак? Кому нужен обзор на свинку Пеппа? Вообще-то люди любят смотреть, но только я обозреваю всякую щедню. Ой, обзоры нужны. Ладно, ладно, сейчас закончу своим делом и приступим к обзору. Здарова, народ, с вами я, Стинт, и сегодня мы продолжаем распаковывать достаточно странные наборы Лего. Сегодня у нас наборчик от Play Big Blacks, а именно свинка Пеппа и Маша и Медведь. Слишком много и... В сумме эти два набора стоят неприлично много, порядка, по-моему, 8 или 9 тысяч рублей. Точно не помню, если что, в названии вы видите сумму этих двух наборов. Но даже если рассуждать так, по отдельности они стоят слишком много. Почему? Как вы понимаете, размер конструктора, вообще вот этого всего, можно сравнить, в принципе, с Лего Дупла. И, следовательно, сам набор собирается очень легко. Он должен быть даже, несмотря на то, что кубы огромные, быть достаточно маленьким. И выходит, что собирать там, в принципе, нечего. Давайте начнем, что ли, с обзора самой коробки, а потом перейдем к сборке обеих... Обеих конструкторов сразу. Ну, на передней стороне Маши и Медведей мы видим великий домик Мишки, где есть у нас фигурка Маши, очень изуродованная, как мне кажется, и Медведя, который тоже не менее изуродованный. Все сделано по теории Лего Дупла. Есть даже какие-то, я так полагаю, наклеечки, типа лес, деревья, бла-бла-бла. Но мне все равно кажется, что мы это клеить не будем, и это будет уже на самих фигурках. Ну и, конечно же, обратная сторона дома. Как мы, типа, будем там играть? С обратной стороны у нас то же самое, что было на передней стороне, только на обратной стороне очень оригинальная. И, в принципе, показали размеры в один в один кубика. Короче говоря, чтобы вы понимали, он занимает, не знаю, одну треть моей ладони. Да, большой конструктор, видимо, будет, я ошибался. Что касается конструктора свинки Пеппы, здесь все намного мягче, я бы так сказал. Во-первых, нигде не указан размер один в один. Следовательно, мы не можем понять, какого размера эти кубики. Хотя домик, как мне кажется, даже меньше, чем у Маши и Медведя. Ну, по сборке. Хотя здесь уже почти вся семья свинки Пеппы. То есть Пеппа, Георг, мама свинья, папа свинья. Я надеюсь, правильно все выговорил, а то меня потом бьют дошкольники. Ну, короче, посмотрели вроде бы к сборке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, короче говоря, ребят, я закончил сборку двух моделей конструктора. Первая Маша и Медведь, и вторая, соответственно, свинка Пеппа. Так в чем главный прикол их? Ну, я вам сейчас расскажу. Начнем, конечно же, с Маши и Медведя, отдавая честь Руси. И тут у нас прям мгновенно прилетает один важный вопрос. Не обманули ли нас производители? А ответ прост. Да, обманули слегка. Если присмотреться к коробке конструктора Маши и Медведь, можно заметить, что этот набор был сделан для детей от трех лет. Соответственно, например, парень, которому 20 лет, собирал бы этот конструктор достаточно, ну короче, одной рукой, можно так выразиться. Но, к моему удивлению, я собирал этот набор в течение часа. Конечно, это мало, если сравнить с тем же Тысячелетним Соколом, но это было сложно. Кубиков в этом наборе крайне мало, и, по сути, это бы у меня заняло бы примерно 15 минут при хорошей конструкции. В чем смысл хорошей конструкции? К пример идеала можно было бы, конечно, привести какой-нибудь блокнотик Лего, где каждое присоединение новой детали прописано картинками, стрелочками, короче, для особо одаренных. Но здесь для детей от трех лет сделали все настолько сложно, что даже мне было тяжело. Представьте обычный блокнотик набора Лего. Вот первая страница, а вот 20-я. И между ними есть, конечно, определенные страницы еще, то есть от 2 до 19-й, включительно. Подумайте, как бы выглядела сборка, если бы вот этих страниц от 2 до 19-ти просто не было. Была первая и сразу же 20-я. Вот в этой херне здесь именно все так. Лишь только по этой причине я сидел и внедуплял, что я пропустил. Пересматривая пример сборки прошлого варианта и смотря, соответственно, на следующие этапы. В результате я потратил очень много времени просто на то, что не мог понять, что с конструкцией не так. Еще очень важная деталь здесь с наклейками. Кстати, что в свинке Пеппы, что Маша и Медведь, их надо клеить до сборки. Потому что если будете клеить после, вам придется все разбирать. Иначе вы заколебетесь. И поэтому я просто не приклеил наклейки. И вот теперь у меня осталась вот такая огромная херня. Но мы ее немножко для другого потом используем. Я вам расскажу. А пока что давайте перейдем к обзору самого конструктора. Сам дом Маши и Медведя сложно, конечно, назвать каноничным. Отличается он от версии мультфильма. Если, конечно, говорить без какой-либо критики, то это мило. Внутри здания у нас на первом этаже абсолютно ничего. Ну, кроме печки. Которая абсолютно не интерактивна. То есть мы там ничего не можем подкинуть. Мы ничего не можем открыть. В отличие от вот таких различных шкафчиков. Которые просто кишат в обоих наборах. Ну и, конечно же, верхний этаж, который знаменит. С кроваткой Медведя. Где есть зеркало. Где есть огромный сундук. И, конечно же, окошечко. В принципе, об этом наборе ничего нельзя больше сказать. Кроме наличия вот такой вот продолговатой фиговины. Если вы понимаете, это лишние детали, если чё. И стола со скамеечкой. И огромного кресла Миши. Ну и ещё тачка. Для перевоза хер знает чего. Потому что здесь перевозить просто нечего. Что касается фигурок, то давайте без шуток. Это выглядит стрёмно. Это так. Они реально стрёмные. Эти пустые стеклянные глаза. Не знаю, что ждать от этой игрушки. И она может просто взять и вцепиться в твою глотку. Ну, это опять же шутки. И, конечно же, Миша. Который, ну, в принципе, не то что страшный. Он скорее какой-то упоротый. И напоминает персонажей с... Фредди. Хотя надо признать, что Миша здесь, по-моему, самый нормальный. Ну, внешне. Он даже милый слегка. Идём дальше. К набору свинки Пепе. В случае, кстати, набора свинки Пепе, наоборот, всё хорошо. Здесь уже никакого обмана нет. Сама даже сборка выглядит абсолютно иначе, нежели в Маше и Медведе. То есть, здесь уже 10 этапов. И каждое движение помечена стрелочкой. В этом случае для трёхлетнего парня или девочки самое то. Я собрал эту вещь очень быстро. В отличие вот от этой по***тины. Здесь у нас уже три этажа. На первом этаже, как вы полагаете, кухня. На втором этаже спальня папы свина и мамы свина. И на трейтинг, ну, такая вот мансарда, где, видимо, отдыхают свинки. В принципе, кстати, тут и есть нормальный садик. И тут может играть Георг. Вот так зовут, да, вот этого брата свинки Пепе или друга. Я, честно, не смотрел мультфильм. Короче, этот набор хороший. Для детей самое то. То есть, если выбирать Машу Медведя или свинку Пепу, берите свинку Пепа. Хотя, кстати, сделаны одни от одинаковых производителей. Но при этом они очень сильно отличаются в абсолютно одинаковых вещах. Какая-то тавтология выходит. Что касается персонажей, вот такая у нас свинка Пепа. Буквально такая же, как и в мультфильме, только сделанная под Лего. Туловище у нее красное, а на спине у нее написано, в месте, где, например, обычно у футболистов пишут фамилии, производитель. Кстати, подожди, а у Маши Медведя то же самое? Нет, у нее это написано на юбке. Что? А у Миши? А у него на жопе. Нам как бы намекают. Самое удивительное, что это правда у всех, и ты начинаешь думать, футбольная ли команда свиней у тебя. Ну, АКА сборная России по футболу. Кстати, что надо дать должное? По размерам, каждая из этих свиней отличается между собой. Даже Георг и сынка Пепа, конечно, может показаться, что они одинаковые, но хер там. Они разные по размеру. Папа свин самый большой, имеет свою голову. Мама свин средняя, можно так сказать. И имеет тоже свою голову. Короче, эти свинки отличаются абсолютно всем. Как абсолютно всем отличаются? Размерами. Ну, хотя бы за это спасибо, потому что, зная производителей Лего, они просто могли бы сделать одинаковые фигурки мамы свины и папы свина, и сделать одинаковые фигурки свинки Пеппы и Георга. Или Джорджа. Как его зовут? Георг или Джордж? Ну, просто на коробке написано Георг. А может быть, читается как Джордж. Сложно. Короче говоря, я этим набором доволен. Кстати, почему я не клеил эти наклейки? Дело вот в чем. Мне эти два набора абсолютно не нужны. Я бы их даже вернул бы в магазин, если бы у меня их взяли. Что я с ними буду делать? Я решил, в принципе, отдать их в детский дом, конечно, если примут, потому что, как мне сказали, типа, у них распакованные игрушки уже не принимают. Блин, как же сожрались там? Ну, если примут, то, слава богу, потому что иначе эта фигня просто у меня будет пылиться на балконе. Так что я их отдам. Многие, кстати, интересовали, что я буду делать с этими игрушками, вот такими подобными, то есть, которые вообще мне не нужны. Но вот что я с ними буду делать. Наверное, исключение из всего этого будет составлять лишь, ну, не знаю, тысячелетний сокол какой-нибудь. Ну, и всякие там наборы, наверное, по супергероям. А на этом все, ребят. Надеюсь, вам понравилось это видео, и вы поставите лайк. Извините, конечно, за такое качество картинки, потому что камера, ну, не самая лучшая. Оставляйте ваши комментарии, какой вам набор больше нравится. Подписывайтесь на канал, если вы еще это не сделали. С вами был Стинт. Играйте в хорошее лего, а я поиграю в плохое. Удачи, пока!